Строить города – это наше призвание. Стройщиков изгиб на Ленинск-Кузнецкого строительного отряда «Маяк» ничуть не преувеличение. Они действительно помогают строить города. За 12 лет со дня создания в Ленинске-Кузнецком стройотрядовцы приложили руку к огромному числу объектов. На их счету ремонт краеведческого музея, помещение центра занятости, выставочного зала, фасадов жилых домов и отделка квартир в новостройках. Частичка рук студенческого отряда есть на многих объектах. Стройотряд в городе был создан по инициативе руководства 14-го училища. К работе сразу же подключились мастера производственного обучения и студенты, причем не только строительных специальностей. Раиса Стальмакова на протяжении всех 12 лет работы «Маяка» является ориентиром для стройотрядовцев в прямом смысле слова. Именно она направляет ребят на строительные и ремонтные работы. И только она знает, сколько квадратных метров оштукатурено, покрашено и кропотливо выложено плиткой за все эти годы. Это просто на просто, это наша жизнь. Это наша жизнь, общение с молодыми людьми. И сам душой начинаешь молодеть. И сам себя чувствуешь намного моложе. Поэтому, ну это наше будущее, это наша жизнь. Более 400 студентов за 12 лет работали в строительном отряде «Маяк». Первым его руководителем был Андрей Лоскожевский. С 2011 года строительный отряд «Маяк» возглавляет выпускница 14-го училища Екатерина Прищепина. Это действительно какая-то особая атмосфера. Это общение с людьми, которые находятся на позитивной волне и, как сказать, дают много положительной энергии. То есть, вот съездишь на слез строительных отрядов, зарядишься этой энергией, приезжаешь назад, делишься этой энергией с детьми уже на этой позитивной волне, выполняешь ремонт. Сапожник без сапог – это не про них. В этом году студенты-строители сами делают ремонт в кабинетах и мастерских большего училища номер 17, куда переехали после объединения техникумов. Мы заходим в грязные такие помещения, в которых неохота находиться, а после нас уже приятно, и даже уходить иногда не хочется. Глядя на темпы строительства в Ленинске и Кузнецком, можно с уверенностью сказать – без работы строитрядовцы точно не останутся.